Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень благодарна Вам за Ваши лекции. Без Ваших голосов ни один день в нашей семье не обходится. Благодаря Вам наша семья сохранилась, не развалилась. Дети хорошие, растут счастливые. Мне к Вам такой вопрос. Вы говорили, чтобы победить тяжелую судьбу, тяжелый период судьбы, надо молиться. И, в общем-то, по тому, как молиться, у меня вопрос. Утром приступаешь, свечку ставишь, готовишься. И обязательно, как специально, что-то, кто глаз цепляется, там, ой, комната не урона, нельзя в таком молиться, ой, цветы вчера не полила, одно, другое, и как-то вот, как будто кто-то отрывает, да? А потом, ну вот, были проблемы, там, со старшей дочерью, непонимание, мама заболела, подбегаешь, там, вообще не задумываешься, как стоишь, как крестишься, прям, вот оно из души само льется, вот чувствуешь, что не надо ни голос включать, ничего, настраиваешься, прям, настраиваться надо, само из души молитвы льется. А на следующий день... А о чем вы думаете в это время? Наверное, просто желаю всем счастья и... Надо думать о Боге. Боге, вот и Богородице Николаю Водникову прошу, Господи, спасибо Тебе за все, если можешь, помоги, если есть, но это Твоя воля, ну и вот, как бы искренне... Не надо строить деловые отношения с Богом. Не, я не торгуюсь, ради Бога, я... Вы торгуетесь, это деловые отношения, помоги, если можешь, надо его просто хвалить, а дальше не надо продолжать, понимаете? Вот смотрите, я вам говорю, я вас очень люблю, сделайте для меня что-нибудь хорошее, я вас очень люблю, сделайте для меня что-нибудь хорошее, вам нравится? Наверное, не очень. Если просите духовного блага, вот Чинаш, допустим, там, духовное благо, крепносущное, это духовная жизнь, вот. Просите духовного блага, если вы что-то хотите просить. Ничего не хочу, просто вот когда ничего не хочешь, у меня молитва не получается, а когда у близких какая-то вот беда... Молитва нужна для того, чтобы славить Бога. Благодарить, в смысле? Благодарить или славить. Это одно и то же. Надо думать о Нем, расслаблять Его, забыть про себя. Вы когда о близких молитесь, вы думаете о близких в это время. Это не значит, что вы реально молитесь. Молитва означает забыть о близких, думать о Боге. Чтобы забыть о близких, нужно сильно слушать тех, кто молится. И когда вы это будете делать, тогда вы не будете ни бегать, ни прыгать, ни беспокоиться. То есть молитва означает сильное включение своей памяти и слушание о тех, кто молится. Возможность победить судьбу означает забыть себя в молитве, забыть себя в молитве. Вы же наоборот включаете сильно память о себе и поэтому начинаете молиться. Это память о себе или о своих близких, это одно и то же. Она не помогает победить судьбу, она вас просто возбуждает. Вы живете во сне, вам не хочется молиться. Но вы должны знать, что человек должен будить себя в духовной жизни. Слушая тех, кто молится, человек будит себя. И это когда он на них настраивается, а не на себя, и начинает Бога славить, радоваться Ему, кланяться Ему, любить Его, то в это время сгорает его плохая судьба. В том числе и в отношениях с близкими. Сначала в сердце спокойно становится, а потом уже на близких влияет. Но вы из страха молитесь. Вы не понимаете, что это не способ побеждать судьбу. Я стараюсь всегда молиться, но просто когда возникает какая-то проблема в жизни, но лучше идет. Молитва – это не успокоение сердца. Молитва – это служение Богу. Служение. Значает, что вы для Него что-то делаете, а не для себя. Наверное, я поняла. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам, что поняли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.